Продолжение следует... Они держали себя в физической форме, поддерживали, но на самом деле многим, в принципе, это особенно и не понадобилось, потому что многие продолжали тренировки в своих клубах со своими тренерами и, в принципе, все приехали в хорошей форме в Днепропетровск. В Днепропетровске у нас был недельный сбор, две контрольных игры с Днепропетровским Днепром с дублем Днепра. Задачи решали какие, ну, в принципе, задачи были обширные, да, то есть взаимодействие в малых группах, в тройках, в двойках, тактические взаимодействия, полная тактика баскетбола, да, то есть и защита, и нападение, плюс физическая подготовка, много бросков. Здесь на Святошино продолжаем работать приблизительно в таком же ключе, как работали в Днепропетровске, пока ребята под нагрузкой, потихоньку ближе к Сербии, к следующему турниру будем снимать нагрузку. Сейчас в Тбилиси у нас три дня турнир, три игры, все три игры. Мы будем играть с командой Грузии до 98-го года рождения, ребята. Турнир Сербии, это будет высокого уровня команда, это будет команда Германии, хорошая, сильная команда сербы и Босния-Герцеговина. С сербами мы встречались на предыдущем турнире в Турции, немцы заняли в Турции третье место, боснийцы были 11-й или 12-й, то есть в принципе команды разного уровня, и я думаю, это будет тоже очень показательный, очень полезный турнир для нас. Испания, Италия, Россия, значит из соперников мы встречались со сборной России, все в той же Турции, да, то есть у нас был поединок, мы выиграли в очень тяжелой концовке, выиграли три очка, как бы с одной стороны это хороший результат для того, чтобы иметь, получить уверенность, да, для игры в группе, с другой стороны нельзя расслабляться, то есть нужно готовиться к тому, что они могут и усилиться, и прибавить. К сожалению, Италию и Испанию мы не имели возможности до сих пор видеть ни на одном из турниров. Будем стараться собрать максимальную от них информацию, скаутинг, потому что до чемпионата Европы мы с ними нигде не пересекаемся. Изначальная задача ставим как можно лучше выступить в группе, для ребят, для себя и постараться попасть в 8-й. То, что чемпионат, прошлый кадетский чемпионат прошел в Киеве, да, в Украине, это является огромным стимулом на самом деле для этих ребят, это большая мотивация, потому что они увидели достаточно успешное выступление, да, прошлой кадетской сборной, они увидели, какой это вызвало интерес на Украине, то есть люди, это не осталось незамеченным, да, то есть по всей Украине были и бигборды, это и реклама, и интерес зрителей. Конечно, это все ребят интригует, то есть стимулирует их к хорошей полноценной работе. Ребята вот уже третью неделю трудятся очень хорошо, я очень доволен, то есть они отдаются полностью тренировочному процессу.